здравствуйте на библейский портал экзегет пришел вопрос всем ли просящим подавать милостыню очень часто мы становимся объектом просьбы о милостыне от людей внешний вид которых показывает нам что они являются алкоголезависимыми у меня был такой случай когда давно очень я помню я подал милостынюю человеку потом вышел из храму и увидел как он идет переходит улицу с бутылкой водки через несколько дней он пришел ко мне и я говорю я тебе больше не могу помогать потому что я не хочу участвовать в грехе и он сказал мне страшные слова он сказал если сейчас пойду повешусь понимаете действительно если вроде легко сделал если пахнет спиртным не подавай чтобы не участвовать в грехе но я просто представил себе однажды в минус 25 если я бы был на курском вокзале без документов без одежды и без дома куда можно вернуться вот и была бы возможность выпить чтобы сделал я понимаете я понял что я и этих людей не могу осуждать как можно поступить они же не просят на выпивку они просят на еду или на дорогу можно пойти помочь купить ему билет или пойти до ближайшего магазина и купить ему еды бывает такое что человек говорит на твое предложение пойдем я купить куплю тебе пельмени говорит да не нужны твои пельмени разворачиваться уходит да вот но здесь нужно рассуждение вот в знаменитой книге дедахе учение двенадцати апостолов и такой один из самых главных памятников вне новозаветной христианской письменности есть удивительный образ говорится пусть милости не твоя запотеет в руке твоей то есть ты выясни на что и как ты помогаешь вот но если ты хочешь поступить правильно ты прежде всего человека которому помогаешь не осуждай не возносись над ним и тогда господь даст тебе правильное решение сколько можешь помочь и каким образом помочь иногда пойти купить ему горячую еду это просто спасти жизнь человеку если бороться если мне куда идти внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео